Всем доброе утро! Сегодня у нас 23 декабря. Среда. Ой, ребята, вчера у меня просто полдня пропало. Подскочило давление где-то после обеда. Короче, полдня пролежала пластом. Бегала только до туалета со своей рогачкой. Так плохо бы. Вот со вчерашнего 2 часов ничего не ела больше. Ой, так было хреново, как меня вчера выворачивала наизнанку. Так что сегодня никуда не пойду. Ни в магазин не стричься. Буду в себя приходить. А завтра... Завтра... Снимать сегодня, наверное, тоже ничего не буду. Если только вот это видео удастся снимать. Вот. А завтра четверг. Наверное, муж пойдет на работу. Не знаю, выйду ли я в эфир. Посмотрю по настроению. Но вообще-то я завтра планировала сходить в магазин, снять деньги и пойти постричься. Вчера я не зашла, не записалась. Поэтому завтра зайду, узнаю. Если можно... Если там можно сразу, то сразу подстригусь. Если нет, то запишусь там. Может, скажут, прийти там через пару часов. Я живу рядом. На улице минус один, ребята. Дело идет к Новому году. По Новому году осталось 8 дней. 23 сегодня. Если я ничего не путаю, завтра день рождения у Любы из Ярославля. Я хотела ей открытку отправить, но забыла. Так и не собралась. Так что вот... Дома, главное, ни одной открытки нет. У меня всегда в запасе лежали. А на этот раз что-то нет. Последнюю сестре отправила с днем рождения. Обычно у меня много лежат. Но в данный момент, по-моему, ни одной не осталось. Сейчас посмотрю. Но не успела что делать. Можно, конечно, позже отправить. Ну, например, завтра. До почты проверить. В общем, не знаю. Посмотрю, как у меня будут возможности. Надо еще уточнить. Не помню точно какого. 23-го, 24-го, 25-го. Где-то так. Заранее поздравлять не буду. Лучше посмотрю в интернете. Потом поздравлю. Так, ну что у нас на улице? Минус один. Вчера вечером немножко подморозило. Был минус четыре. Было. Ну, я же так... Ну, вчера один ходил гулять. Я не пошла. Мне плохо было. Ну, если тошнит и голова кружится, куда же я пойду? Лежала, телевизор смотрела, кемарила. Там вот на детской площадке, видите, круг. Это новый дом напротив. Там круг. По краям две детские площадки. И вот они им там по центру круга поставили елочку. Вот только непонятно она временно, искусственно. Ну, как в смысле? Срубленная или посадили? Ну, неважно. Короче, ближе к весне узнаем. Посадили или просто срубленную поставили. Там вообще-то это клумба была. Там цветочки были летом. Так, ну что, с погодкой разобрались. Сейчас я ещё быстренько выгляну. У меня тут кофе варится. Главное, чтобы кофе не убежал. Сейчас я размешаю. И уже будет понятно, что закипит. Скоро, но не сейчас. Давайте погоду посмотрим. Ну, снега-то почти нет. Только на газонах и на крышах. Такая серая погодка. Не очень. Скорая на выезд поехала. Ох, сколько ездит. Хотя, что удивляться, если у меня вот эта станция скорой помощи под окном. Чего удивляться. Тут ещё шоссе рядом. Два шоссе. Под окном маленькое шоссе. И вот там тоже шоссе. То есть тут ещё московские мимо ездят. Вот то, что дальше, по горизонту за Химками, это московский там район Куркино. Скорые туда ездят. Через нас, через Химки. А что делать? Там, кстати, в этом районе был филиал нашей поликлиники, в которой я работала. Вот в последней поликлинике. Ну, я в главной работала. А у нас тут был... Из нас ещё было четыре филиала. Два на Пламерной. Один метро Сходинская. И главная на Сходинской. И пятый филиал вот здесь, в Куркино у нас был. Ну, был ещё маленький шестой филиал, типа амбулаторий там, в Тушино где-то. Я там ни разу не работала. В общем, я работала только в главной, в одном филиале на Пламерной. Там я в 12 лет отработала. И вот тут в Куркино меня посылали где-то на месяц. Там некому было работать. И мне там так понравилось, кстати. Там заведующая оказалась в бывшей поликлинике, где я работала. И я хотела там остаться. У неё спросила. Она говорит, договаривайся со своим начальником, чтобы он тебя сюда перевёл. Ну, типа, я не против. А у нас начальник такой был вредный, Васин. Я у него спросила. Он говорит, сказал, что место есть. Хотя мне заведуще сказал, что место есть. Ну, такой противный типчик. В принципе, из-за него я и уволилась. Пострадала. То, что я с ним сцепилась, по-моему, даже сильно сцепилась. Он на меня взьётся потом. Давай под меня там копать. Целый год копал. Всё-таки накопал что-то. Ну, естественно, кто не без греха. Если хочешь, человеку болит. Причина всегда найдётся. Ну, я-то думала, как до пенсии доработаю, уйду. Ну, раз уж мы с ним сцепились, то не получилось год доработать. Ну, и ладно. Хрен с ним. Главное, что у меня сейчас всё нормально. Более-менее. Всё хорошо. Единственная проблема. Вчера ходила к терапевту. А, вот видите, ребята, как записывать видео и кофе варить. У меня после вчерашнего ещё голос не вернулся. Ну, пропал какой-то хриплый стал. Вчера ж полной лежал в пластине. С утра только полстакана водички выпила. Больше ничего. Сейчас буду кофе пить. Вот, представляете, вчера полдня лежало с давлением. А с утра первым делом за кофе хватаюсь. Хорошо, что у меня, кстати, давление может подняться только от быстрой растрестваривого кофе. От настоящего у меня не поднимается. Нет, ну, я чувствую сегодня всё нормально. У нас тут осталось поесть всё под чуть-чуть. Картошка с грибами, макароны, каши. Ещё грибы остались. Я готова, на половину осталось. Ещё что-нибудь сварю. В общем, ничего не хочу. Видите, у меня там крем запасной всегда у меня покупаю лежит в холодильнике. Вот, видите, две начатые баночки. Для рук два крема разных. Один для ног. Ну, в принципе, я вот этим вот днём пользуюсь. А вот этим на ночь. Но можно и наоборот. Лучше наоборот. Потому что муж же вот запах вот этого крема не нравится. А я на ночь намажусь, блин. Он спрашивает, чем пахнет. Его бесит, блин. Значит, днём буду этим мазать. Так, а тут у меня в запасе лежит. Такой крем дневной. Да, дневной и ночной. Это запас. Потому что эти баночки, они уже пустые. Я вот сейчас уже не помню, я сегодня с утра мазала с кремом или нет. Вот я сегодня тоже сама не хочу с этим кремом мазаться, который с запахом. Потому что мне после вчерашнего ещё тошнит. Ещё в себя не пришло. Ой, вчера тут мне было плохо в ленине. Прям такая реакция на резкие запахи. Ой. Мне плохо лежу, блин, меня тошнит. А муж съел суп есть. У меня от этого запаха аж дурно стало. Потому что не стал ничего говорить. То он тут что-то делал, чем-то пахло какой-то химией. На кухне что-то он делал. Клеил ботинки, что ли. Чем-то пахло противным таким химией какой-то. То ли керосином, то ли ещё чем. Блин, я не пойму. Так, ну что. Вот, ребятушки, доживёшься такого возраста, что уже не помнишь, утро мазалась с кремом или нет. Это начало рассеянного склероза, по-моему. Не помню. Но судя по моим сухим рукам, я ещё с утра ничем не мазалась. Я в день по несколько раз вот этим кремом в течение дня, наверное, раза три подхожу к холодильнику, мажусь. И руки, и лицо. Лицо вот этим дневным. А вечером другим мажусь. А она ближе к вечеру ещё мажусь этим. Вечерком после душа мажу ноги кремом для ног. Ну, желательно, конечно, после душа. Вообще, конечно, ногами надо заняться. Надо как-то в ванную залезть, полежать, хорошо помыться. Потом ноги привести в порядок. Ногти постричь, пятки свои почистить. Я там купила эту пензу. В общем, вот после душа можно уже намазать кремом, носочки надеть и так посидеть пару часиков с такими намазанными ногами в постель-то не ляжешь спать. Поэтому надо часа за два, за три до сна вся божеский вид приводить. Вот опять скорая поехала на вызов, даже реанимация. И вот там одна приехала, привезла кого-то в травмопункт. Иногда не в больницу привозят, а в травмопункт. А там уже решают, куда потом. Либо из дома кто-то приезжает, забирает, либо опять приезжает скорая и везёт в больницу, в приёмное отделение. Благо подстанция рядом. Они целый день тут снуют. Я же говорю, как челноки. Особенно вечером заметно, когда темно. И вот эти... Вот она уже здесь, реанимация. Уже на нашем перекрёстке. Если повернёт налево... В Москву она не поедет, наверное, налево. И старые химки туда куда-то. Или в новые. В общем, ребята, всё, кофе я сварила. Больше снимать сегодня не буду. В 3 часа пойду завтра. Сегодня ничего не планирую. Буду сидеть, себя приходить. Но я сейчас молоко не открою одной рукой. Поэтому я заканчиваю видео. Сейчас пойду выкладывать видео, смотреть у других, то, что выложил. Короче, сегодня я день буду дома. Буду приходить в себя. Вечерком сходим, погуляем. А завтра... Завтра уже... Надеюсь, я буду бодрячком. Схожу в магазин. На стрижку запишусь. Схожу. Если можно в этот день постригусь сразу схожу. Насчёт прямого эфира не знаю. Как получится. Наверное, пока не буду. Я хочу постричься, чтобы вы уж сразу мою прическу посмотрели новую. Значит, в эфир я тогда в понедельник выйду. Хотя по понедельникам у меня уборка в квартире. Но могу. В принципе, раньше всё успевала. Это значит, я обленилась уже. В понедельник всегда делала трансляцию. Ходила в магазин, убиралась в квартире. Всё успевала. А сейчас обленилась. Уже что-то одно хочу успеть. Вообще-то, я должна была сегодня к Лору пойти. Но я отменила запись. Потому что... Ну, даже врач вчера мне не посоветовала. Вы, говорит, пока не ходите по врачам-то. Я ещё там к двум врачам была записана. Но я вчера запись отменила. Не пойду никуда нафиг. Пока немножко не успокоится всё это дело со всей этой заразой. Когда... Ну, хотя бы месяца два-три надо переждать. У меня ещё там диспансеризация по плану. Я у неё спросила. Она говорит, ой, лучше, говорит, пока не ходите. Месяца через два-три, там, ближе к весне, к маю, там, к июню. Когда немножко всё устаканится, успокоится, тогда уже можно. Вот тогда к Лору я схожу со своим носом. Советую, что делать. Насморк задолбал уже. В общем, ладно, ребята. На сегодня всё. До завтра доживём. Завтра посмотрим. Завтра по-любому буду снимать. В магазин пойду. Насчёт трансляции не знаю. Посмотрю по настроению. Всем пока. До завтра.